Привет, мои хорошие. Давно я уже ничего не снимала, не выходила, все некогда, потому что я работаю. Закрутилась, замоталась. Сейчас приехала к Максиму на тренировку, буду его здесь сидеть ждать. Клуб потихоньку развивается уже, прям вообще ремонт. Тут почти что все сделано. Ну не то, что почти все сделано. Очень красивые, такие стильные, мягкие, вот как у нас диванчики такие стоят. Поставили кулер с горячей, холодной водой. Можно чай, кофе бесплатно, все вообще брать. Я себе взяла кофе, все так стильненько, все так четненько, прям вообще. Кайфушки ловим, тут сидим с родителями. После холода забежала, я спрашиваю, что это бесплатно? Да, наши тренера самые лучшие. Еще забыла добавить. У нас еще будет открываться вот та комната. На самом деле помещение очень большое. И там будет тренажерный зал. Тоже бесплатно. Для наших детей, да. Я вообще в шоке. Со всеми этими. Хоть прям самой приноси сюда фитнес этот костюм. Занимайся, пока дети тренируются. Круто просто. Обожаю наших тренеров. Они нам до этого праздник устроили, все сами оплатили, все абсолютно. Какой у нас был Хэллоуин, да? И пиццу. И пиццу, все, и столы, и арка. Вот это вот, я не знаю. Такие молодцы. Привет. Ну, я так. Немножко обзор. Тут очень тепло у нас. Вообще. Чистенько. Вообще, такие молодцы. Тренера, они сами все моют. Такие молодцы. Вообще. Я как вспомню, когда у меня Макс. Вместо того, чтобы он когда приходил на отработку, я ничего не хочу сказать. Ну, как бы я его привозила раньше времени, свое время тратила. Отказывалась от клиентов, чтобы ему его привезти пораньше, чтобы он сам поотрабатывал. Он, блин, со шваброй в руках. Я ничего против не имею. Конечно, дети должны помогать. Но не постоянно. И вот, как все заметили, что один Макс у меня моет полы. И там. Я вообще. Тут, как бы, такого нет. И тренера сказали, нет. Мы такой практиковать не будем. Потому что мы сами тут. Дети приходят в зал заниматься. Ну, вот. Такие дела. Привет, мои хорошие. Вот только могу в машине включаться вообще с вами. Ничего не снимаю. Ни влоги ежедневные. Никак ничего не могу. Потому что работаю, ребята. Вот просто не обижайтесь, мои дорогие зрители. Я вас очень сильно люблю. Уважаю. Новые мои зрители. И я знаю, что я крайне плохо поступаю. Потому что не снимаю в том количестве, в котором, в принципе, должна. Я хотела объяснить вам. Кто меня уже давно смотрит с тем, что произошло у нас на турнире. Пока есть время, пока я еду на работу. И я буду вам снимать и рассказывать. Я вас поставлю, потому что мне не совсем удобно одной рукой. Ну, как-то вот так вот извините. У меня нету, куда закрепить телефон. У меня не вешается. Здесь никуда не ставится. Поэтому буду как-то так рассказывать. Максиму стало плохо тогда в финале. Причем очень резко это все произошло. Причин на то не было вообще. У него ничего не болело. Ни живот, ни голова. Ну, как бы ничего не предвещало. Вот просто ему стало плохо. Он станцевал... Ой, прошу прощения. Да, йо-парасы ты. Он стан... Господи, можно подложить. Он станцевал один танец. Перед самбо ему стало плохо. Его затошнило. Вот просто затошнило. Ни живот, ни болел, ничего. Станцевал. И пошел к главному судье. Ему тренер сказал, иди, говорит, подходи. Говори, что ты как бы не будешь танцевать, снимаешься. Он подошел. Его отвели к медику. Стоял главный судья. Там еще заместитель. Он сидел у медика. Ему дали на шатерный спирт понюхать. Он такой не ожидал. Такой, ааа, что это? Вот. Давление померили. Все у него в норме. Все хорошо. Но вот такое состояние. Он бледный. Его всего трясет. У него ослаблены ноги, руки. То есть сил нет. Кое-как он вышел на румбу. Станцевал. И потом вот так вот нам показывает, что все, я не могу больше. Но если Максим так показал, то это крайне ему плохо. Вот. Заняли мы шестое место, естественно. Хотя нас хорошо и сам бы просудили. Но он станцевал ее очень плохо. Ему уже было хреново. Я там так и сказала. Хреново. Вот. По приезду в Белгород домой я, естественно, естественно, сразу же поехала с ним в свой выходной. Поехала с ним в спортиспансер, где мы проходим ежегодную комиссию о допуске, чтобы нам справку давали на всероссийские соревнования. Я туда поехала. Мы пересдали ЭКГ, сердце проверить, как бы исключить все сердечные вот эти моменты, понимаете. Вот. Я недолго думаю, сдам-ка я еще и анализы все там же. С меня денег не взяли, потому что как бы, ну, мы платили. Когда мы там в октябре проходили или в сентябре комиссию, ну, суть не в этом. Не взяли денег. Я говорю, мне надо повторно ему пересдать, потому что по-плохому самочувствую и ЭКГ. Вот. После всего, что мы прошли, я пошла к врачу в этот же день, прям вот через буквально там два часа все было готово. Все анализы наши. Я пошла к спортивному врачу, выяснить, в чем причина. Она мне все разъяснила, дала нам еще один допуск на соревнования, продлила, скажем так. То есть в следующем году я с ним пойду только аж в ноябре. У меня две справки. Вот. Сказала, что все в норме. Ему делали ЭКГ с нагрузкой. Вообще все... Мы съехали. Все идеально. Она пошла, взяла анализы наши, проверить кровь, мочу, вот это все. У нас все идеально, гемоглобин, вообще все. Но он лежал в лёжку, ребята. Он неделю лежал в лёжку, у него была слабость, он не мог встать, у него руки, ноги трясутся, у него температура 36,1 максимум. Вот такое состояние. На что мне врач сказала, что это психологическое, эмоциональное переутомление. Дала нам на бесплатно походить на массажик к хорошему врачу. Там очень хороший врач, массажист. Бесплатно все. Говорит, запишитесь, когда у вас будет время. Он без ограничения водности, скажем так, вот это направление. И, говорит, если хотите, сходите к детскому психологу. Ну я думаю, ну какой психолог? Ну что, у него вообще что ли, у него с головой не дружно? Ну как, такое состояние, мне надо как бы конкретика, знаете, вот как мы привыкли к врачам водить, там, педиатры, терапевты, там, окулисты, ну, конкретные врачи. Ну, для меня понятие психолог, это вот, ну, я не понимаю этого. Вот реально я этого просто не понимаю. Либо ты дружишь с головой своей, либо ты не дружишь. Но у него продолжается это состояние, ребята. Вчера мы неделю не ходили на танцы. Сказал врач, что пусть общается со сверстниками, ходит в школу, дома не остается один ни в коем случае. Вот. Ну, на танцы пусть немножко отдохнет и не ходит. Ну, он и не в состоянии был ходить, понимаете, на эти танцы. Нет, я, наверное, заведу, потому что еще не сильно прогретая машина стоять. Сейчас расскажу и пойду на работу. Вот так вот поставлю. Прошу прощения опять за шум. Вот этот, ну, печка работает. Дело в том, что у него состояние такое. Вчера он в школу все, со школы приходит, были выходные. Со школы приходит и мне говорит. Мам, у меня такой, такой, это, блик от солнца. Какой-то, как будто, я не знаю, какой-то скелет. Говорит, я как представлю, вот, ну, танцы, да, вот просто танцы. И говорит, меня начинает опять тошнить. В школе все норм, вообще все норм. Питание хорошее у него, слежу. Я говорю, Макс, может быть, ты танцевался уже? Может быть, ты прекращаешь танцевальную свою карьеру, скажем так? Потому что, ну, говорит, я себе задавала этот вопрос. Говорит, думаешь, я не задавала тебе этот вопрос о том, что, ну, может быть, мне бросить уже эти танцы, раз меня уже тошнит от них. Но он сказал, что нет, мне и без них тоже плохо. То есть, вот, как бы, ну, палка о двух концах получается. Вчера разговаривала с тренером. Ему опять, естественно, плохо. Вот, это освещение, я не знаю, что это такое. Вот. Ему, естественно, плохо. Его опять тошнит. И у него опять слабость, трясучка. Ну, в общем, все. Ну, и тут я начинаю включать мозги. Там послушала одна мамочка тоже, услышала. Говорит, у меня у сына было то же самое. Мы четыре года мучились. Это психосоматика называется такая. Мы, у него на школу было. И он прям вот до рыгачки, извините за выражение, прям до рыгачки. Ему четыре года было плохо. Она стояла под дверью в школе каждый урок с тряпочкой. Потому что вот так вот. Вот эмоциональная вот такая вот психосоматика. Оказывается, есть такое у детей. Потом прошло. Ну, и тут я включаю мозги. Я понимаю, что мне уже говорит это. И тренер тоже говорила именно об этом. Что, наверное, все-таки традиционно вот эта медицина, к которой я привыкла, да, там, педиатры конкретно, хирург, то-се, пятое-десятое, кардиолог. Они нам не помогут. Потому что, ну, анализы норм, все норм. И тут я понимаю, что не просто так. У меня был клиент, который ко мне много лет ходил. Он занимается кинезиологией. Теперь он психокинезиолог. Я ему звоню вчера. Я говорю, Кирилл, выручай. Я ему рассказала суть. Он сказал, окей, это психосоматика. Все, ко мне. Мы с ним в пятницу поедем к нему. Говорит, вместе будем. Он его там... Кому интересно, забейте в интернет, что это такое. Это не реклама вообще, слово вообще. Я реально столкнулась с этой проблемой, ну, максимом, да. Действительно, такое существует, ребята, оказывается. Я не хотела это до последнего верить. Думаю, ну как, можно не дружить с своей головой. Оказывается, можно. Я... Мы выясним и докопаемся до этой причины. В чем причина? Потому что, ну, это ненормально. Он сказал, что не переживайте. Мы все докопаемся до истины с вами. И я его взбодрю. Дам ему заряд энергии, то, которое ему нужно. Которого ему не хватает. Или которого вообще нет. И все будет хорошо. Вот. Оказывается, такое есть, ребята. Поэтому, если кто с этим сталкивался, может быть, с детьми, со своими, или с собой лично, напишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень интересно просто послушать, ну, скажем так, даже не послушать, но прочитать, что у вас, что с вами происходило. Я вам поделилась вот подробностями всеми, да, мельчайшие подробности, да, что у нас произошло на самом деле. Потому что многие переживают, зрители, а, блин, такое солнце, переживают зрители, ну, что же такое произошло у нас на турнире, почему стало плохо. Со здоровьем все хорошо, ну, вот, вот такое эмоциональное выгорание у него произошло. Такое солнце, я не знаю, прям слепит. Вот. Так что, ребята, спасибо большое, кто нас смотрит, кто за нас переживает, кто вновь к нам пришел, новые зрители. Я очень буду ждать вот такие комментарии, которые реально, кто-то реально столкнулся с этим. Напишите, пожалуйста. Мы не одни ли такие? Ну, вот, оказывается, не одни, видите, как бывает. Бывает такое, и будем с этим, как бы, лечиться. Можно даже за один сеанс все исправить. Вот, вот, просто. Там он и точечно его посмотрит, все тело. Тело не врет. Тело подскажет, где проблемы и с чем работать. Может быть, у него какие-то внутренние переживания, может быть, это все из семьи. Может быть, я ничему не удивлюсь, потому что, потому что, черт и что, все происходит у нас. Вот, ну, об этом история умалчивает немножко. О своих переживаниях, о своих трудностях я пока не готова поделиться, ну, совсем такое личное, да. Может быть, когда-то придет это время, я поделюсь, а может быть и нет. Я не знаю. Я тоже нестабильна, я тоже с ним буду работать. Поэтому работает мать и дитя в совокупе. Нельзя разделить сейчас никак. Вот. Это вот так. Все, ребятки, я пошла на работу. Спасибо всем за просмотр. Всех люблю. Всем пока-пока.